С пугающей чистотой в нашей стране происходят ужасные трагедии в школах, детских садах и высших учебных заведениях. Вооруженные нападения и чрезвычайные ситуации в прошлом заставляют родители бояться за будущее детей. Чтобы пребывание в учебном заведении было максимально безопасным, каждый год вводят новые требования и выделяют деньги на закупку технического оборудования. Впервые отрасль образования на эти цели получит 370 миллионов рублей. Внутри разработаны стандарты, есть понимание, как защитить наших обетишек. Однако, я считаю, что в данной ситуации эту программу надо реализовывать не в три года, а стараться реализовать ее за год. К решению проблемы губернатор подключил Министерство финансов и Министерство просвещения. Также поручил привлечь родительские комитеты и глав районов. Одним из первых финансирование получит Ульяновский колледж градостроительства и право. Сегодня учебные заведения оборудованы согласно всем стандартам. Имеются камеры видеонаблюдения, металлодетекторы, турники, тревожная кнопка. Но нет предела совершенства. На 2023 год нам выделено порядка около двух миллионов рублей, на что мы хотим потратить на модернизацию видеосистемы наблюдения, так как она уже в некоторых местах у нас устаревает. Ну, где-то поставить дополнительное. Потом на систему оповещения при антитеррористической угрозе. И у нас, так как наше образовательное учреждение находится в жилом массиве, у нас вандализму подвергается ограждение нашего образовательного учреждения, то бишь территории. Сами студенты считают колледж безопасным местом, куда не сможет пройти посторонний. Да и самим воспитанникам пройти на занятия не так легко. Ну, при входе показываю студенческий, либо же зачетную книжку. Также стоят дальше турникеты. У нас есть у каждого свой пропуск, мы их прислоняем и проходим через турникеты. Также большие сумки проверяют на наличие опасных вещей, острых, режущих, холющих. Не только техническим оснащением проблему безопасности не решить. Важную роль играет и человеческий фактор. В образовательном учреждении должны быть охранник, присутствует служебная документация. А персонал и учащиеся должны знать, что делать при чрезвычайной ситуации. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.